Привет, привет, мои хорошие! С вами Татьяна. Скажите мне, что вы любите надевать на себя в свободное от работы время? Я вот и люблю джинсы, брюки, что-нибудь свободное, футболку, рубашку, какой-нибудь лён, хлопок, одела что-то удобное и вперёд, какие-то босоножки на низком ходу или на платформе, либо же кроссовочки, вот у меня вот такие есть, лакост, и какие-то платья такие, знаете, свободные. Ничего в облипочку я сейчас не ношу. Вот я сегодня покажу вам два каких-то расслабленных образа. Такой образ дня у меня сегодня. Я могу надеть вот такие очки тёмно-синие, какую-то сумку взять тёмно-синюю, либо серую, либо голубую, и пойти так. Либо вот такие очки уже более, они такие строгие, более элегантные, как по мне. Ну вот под этот образ, мне кажется, подойдут вот такие очки. Сейчас я только ношу двое очков, у меня там есть ещё коричневые, почему-то рука к ним не тянется. Ну вот в таком виде, спортивном. На платформе очень удобно. Так любит ходить, по-моему, и молодёжь, и люди среднего возраста. Так что одел что-то такое простое и вперёд. Можно надеть какую-то вот такую футболочку, и вообще будет очень-очень светленький образ. Либо же какую-то цветную. Вот. Какую-то вот такую бирюзовую, белую, голубую. Или вот эту коралловую. Но я люблю голубой цвет. И покажу вам сегодня два образа. Вот этот мой образ очень-очень такой полуспортивный, расслабленный. И сейчас второй покажу. И вот такая рубашка. Рубашка моей новой приобретения. Рубашка Falconer и шёлк вместе с джинсами. Казалось бы, не очень сочетаемые вещи, но смотрятся неплохо. Как-то так очень расслабленно, по отпускному. Так я могу пойти к подруге, в гости, к каким-то родственникам. Просто погулять, куда-то сходить. В таком расслабленном, непринуждённом виде. Взять какую-то сумку серенькую, белую. Какую-нибудь ещё там синюю, да? Голубую. И вот так пойти. Вот голубая сумка. Она более структурированная. Мне мне нравится эта сумка, как смотрится. Вот так. Так уже вот моя новая сумка Качинелли. Вот эта, помните? Кто не видел, посмотрите видео, где я о ней подробно рассказываю. Сумочка такая расслабленная тоже. Бежевый цвет, базовый. Она такая бежево-серая. Можно заправить. Можно вот так вместе здесь заправить. Как вам? Напишите. Вот очень люблю голубой цвет. Напишите, какие ваши любимые цвета? Я в основном обращаю внимание на белый, на голубой, бирюзовый. Коралловый тоже очень люблю. И серый. Но голубой, мне кажется, самый любимый мой цвет. Наверное, это из-за того, что это цвет умиротворения, цвет неба, цвет моря. И вот коралловый, например, с голубым. Это вообще цвета в море. Классное сочетание. Правда же? Вот если бы нашла я такую ткань или просто готовое изделие из такой ткани, голубой и коралловой в сочетании, я была бы счастлива, наверное. Это, конечно, громко сказано, но люблю такие сочетания. Напишите, какие у вас предпочтения? Ну, вот такая сумка. Сейчас. Мне захотелось посмотреть, подружатся ли между собой. Рубашка вот эта Falconeri. Вот этот бренд. Итальянский. И брюки Benetton льняные. Рубашка шелк, брюки лен. И такие босоножки на платформе Vita Rossi. Очки Prada. Так, вот такой лук. Брюки очень широкие, свободные. Можно одну половинку, например, вот так вот заправить, и будет классно смотреться. Вот такой образ. В таком образе я могу пойти куда угодно, девочки. И на работу, и на прогулку, и в гости куда-нибудь к друзьям. Добавляю сумку. На босоножках есть бежевые полоски. Бежевая сумка. Мне кажется, три цвета. Бирюза, белый и бежевый. Очень хорошо между собой дружат. Как по-вашему? Напишите ваше мнение. Вот. Это сумочка. Это сумка Коченели. Моя новая, мое новое приобретение. Это сумка DKNY. Такой конвертик. Очень структурированная сумка. Тоже ее очень люблю. Часто надеваю. Ее можно и кроссбоди надеть. И вот так вот просто. Вот очень люблю такие простые лаконичные образы. Я, наверное, в душе девчонки минимализм. Не в смысле количества одежды. У меня ее много. А в смысле лаконичности, кроя, каких-то сочетаний цветов. Конечно, я люблю и яркие. Мне вот нравится сочетание кораллового, розового, какого-то белого цвета. Эти сочетания голубого с коралловым. Вот это я тоже очень люблю. Но чаще всего я предпочитаю одежду спокойных тонов. И я в себя очень хорошо и комфортно чувствую в такой одежде. Ну как вам, напишите, нравится, нет? Девочки, вы носите брюки летом? Вот некоторые женщины переходят полностью на платье. Вот я вижу, да, по бывшим своим сотрудницам, по нынешним. Они летом носят в основном только платье. А я люблю сочетать. И почему бы не надеть, например, льняные брюки, которые тоже себя очень хорошо ведут в жару. И льняную какую-то рубашку. Вот эти брюки, только что я вам их демонстрировала. Они из льна. И хорошо будут смотреться, например, вот с такой рубашкой. И закатить рукава, даже если длинный рукав, то тоже такие радостные, светлые тона летом, очень классно смотрятся. Особенно бывает, знаете, на работе, когда сильно работают кондиционеры, иногда бывает даже и холодно. Напишите, у кого такая ситуация. Так что, мне кажется, лен самый классный материал на лето. Она из шелка. Вот эта рубашечка из шелка. Тоже классно в ней находиться. И вот, когда прохладненько, например, возвращаешься вечером, бывают же не очень жаркие вечера такие. Вот июль, конечно, очень жаркий, а в августе уже прохладные бывают вечера. Поэтому что-то хочется вечерком надеть на руки, либо какой-то паладин накинуть, или шарф с собой я иногда нашу в сумке. Либо же, вот, если есть такая рубашка, она тоже спасет. У меня очень много льняных рубашек. Марк Спенсер, Манго. Еще где-то я покупала, кажется, белые. А, H&M тоже покупала во Флоренции. Поэтому я спасаюсь вот этими вещами. И поэтому ношу и платья, и какие-то брюки, джинсы. Люблю, когда широкие брюки из льна. Поэтому надеваю чаще всего такие образы. Лен внизу и лен сверху. И вот таким образом я сочетаю, делаю свои какие-то каждодневные образы. Так хожу на работу. Так, поделилась образом дня с вами то, что я люблю. Напишите, что любите вы. Какие предпочитаете стили, какую одежду, какой материал. Возможно, вы любите и синтетику, потому что она не мнется. Или только все натуральное летом носите. Напишите, мне будет очень интересно почитать. У меня такие геморные вы, девчонки, на канале. Прямо читаю и улыбаюсь. Я вам улыбаюсь в ответ. Вы мне посылаете хорошие, классные сообщения. Я улыбаюсь и стараюсь тоже как-то поднять вам настроение. На что-то вас вдохновить. Показываю, что у магазинов продается. И, возможно, наталкиваю вас на какую-то мысль, на какую-то покупку. Но, вообще-то, самое главное, чтобы мы были здоровы. Вот это самое главное. Конечно, покупками мы поднимаем в себе настроение. Но, девочки, давайте думать о том, как мы живём. Часто мы не задумываемся, знаете, в такой дневной суете. А нужно об этом думать. Нужно думать о том, как устроена наша жизнь. И стараться её улучшить, разнообразить. Ведь это не всегда зависит от денег. Это зависит от общения, от ваших увлечений. Я, например, люблю рисовать картины, писать картины. Люблю снимать видео для вас. Это тоже для меня развлечение и удовольствие. Если вы найдёте что-то подобное у себя. Готовка, рукоделие. Возможно, вы украшения какие-то делаете, шьёте, вяжете. И вспомните, что вы любили в молодости. Наверное, любили петь. Наверное, любили танцевать. Возможно, вам нужно найти таких же единомышленников и общаться с ними. В общем, желаю вам яркого, классного лета. Хорошего общения. Интересных людей на вашем пути. И главное, будьте здоровы. До новых видео. С вами Татьяна. Новенькие. Подписывайтесь. Вам не трудно, а мне приятно. Пока-пока. Пока.